Славянская молодежь всегда старается быть в центре событий. Активные ребята становятся инициаторами ярких мероприятий и добрых дел. Вечером 9 мая в Северном парке было очень интересно и весело. Подробности в нашем следующем репортаже. Северный парк давно уже стал центром притяжения для славянцев. Здесь усилиями всех заинтересованных служб и организаций было сделано все необходимое, чтобы всенародный праздник День Победы запомнился славянской молодежи. Культурно-развлекательная патриотическая программа, подготовленная активистами, волонтерами, творческими силами, никого не смогла оставить равнодушными. Акция «Георгиевская ленточка» завершалась 9 мая. Георгиевская лента – символ несломленного духом народа, который боролся и победил в Великой Отечественной войне. И славянцы с радостью прикрепляли ленточку, чтобы отдать дань памяти героям. По всей России с 26 апреля проходила акция «Всероссийская георгиевская лента». Сегодня она завершается. Нам подходят люди, и мы им прикрепляем георгиевские ленты в знак памяти и уважения вашим солдатам в боях. Выставка снаряжения и вооружения периода Великой Отечественной войны, приуроченная к всенародному празднику, очень заинтересовала ребят. Они смогли подержать в руках легендарный ППШ или пистолет-пулемет «Шпагина», а также поучаствовать в разборке и сборке автомата «Калашникова». У нас представлена экспозиция от военного поискового отряда клуба К-95 «Кубанский рубеж». Детям очень нравится. Мы выставляем автоматы. Ребятам очень нравится данная выставка. Они и интересуются, и воспитывают в себе патриотизм. Молодые художники в своих работах на выставке рисунков прекрасно передали атмосферу праздника, отразили свое отношение к историческим событиям. Душевный танец в честь тех, кто победил, кто отдал жизнь за мирное небо над головой, не один раз звучал 9 мая. Вальс победы привлек славянцев всех возрастов. Подобно тому, как танцевали в победном мае далекого 45-го года, кружились танцы волонтеры и все желающие. Это было очень трогательно. Но самым долгожданным и значимым мероприятием стал фестиваль песен военных лет «Этот день победы». В исполнении одаренных молодых артистов прозвучали такие песни, как «Катюша», «Землянка», «Синий платочек» и другие, навсегда вписанные в золотой песенный фонд нашей страны. Для участников фестиваля выступать на нем было большой честью. Мне очень приятно принимать участие в этом фестивале. Во-первых, это большая честь для меня, потому что исполнять песни о Великой Отечественной войне, посвященной Великой Победе, это на самом деле дорогого стоит. И все эти песни «Землянки», «Катюша» и многие другие песни, которые были написаны в военное время и даже в послевоенное время, это на самом деле очень важные песни для каждого из нас. Поэтому мы, неважно в какое время живем, мы должны всегда знать эти песни, петь и воспевать Великую Победу. Ансамбль народной песни «Разгуляй» представил на суд жюри и зрителей прекрасную песню, в которой говорится о самых искренних чувствах. Жду тебя, где бы ты ни был, жду тебя, веря в Победу, жду тебя и люблю. Все участники награждены грамотами, для каждого нашлось доброе слово, а в конце фестиваля было исполнение песни о Дне Победы. Песня «Разгуляй» Завершился этот замечательный праздничный вечер демонстрацией фильма о сороковых пороховых и созданием огненной композиции. Рубиновую светящуюся звезду и слова «Великая Победа» волонтеры выложили с большим старанием. Эта картина еще долго светилась в наступающей темноте теплым светом, радуя славянцев и так много говоря их сердцам о главном российском празднике. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...